Ремонт станции метро Победа начинается в полночь и продолжается до пяти утра, когда не курсируют электрички. Старший тоннельный мастер Алексей Гореев со своей бригадой приступает к работе в приподнятом настроении. Задача ко дню Победы привести в парадный вид платформу. За работой вспоминают родственников, ветеранов и тружеников тыла. Героические истории прошлых лет вдохновляют на трудовые подвиги сегодня. Родители и дед у меня, отец, они все войну прошли. Как говорится, нашу родину мы не подведем. У нас работают ребята на высоте, вот они с вышек работают. У нас также имеются мотовозы, которые тоже обеспечены вышкой. То есть там гидравлическая вышка, также поднимаются они. И все это осуществляется, делается. Также бригады у нас маляров, все поддерживают порядок. До 9 мая нужно успеть много привести в порядок бетонное основание железной дороги, гидроизолировать деформационные швы свода, побелить потолки, вымыть плафоны люстр, натереть до блеска настенные реплики символов Великой Отечественной войны, отремонтировать скамейки, кассовый зал и переходы. Понимают ответственность и то, что все-таки великий праздник, 75-й годовщина Победы, поэтому с энтузиазмом как бы работают. 9 мая станции будут блестеть. Должны соответствовать праздничному настроению, чтобы люди, которые будут пользоваться метрополитеном, и 9 мая, и в праздничные дни, вот, чтобы все были довольны. Пассажиры метро рады, что станции подземки отремонтируют к майским праздникам. В целом, конечно, так-то все вроде симпатично все смотрится. Вот так просто марафит на месте навести, ну, легкую побелку сделать, может быть, освещение получится, там что-нибудь такое, именно снять на месте. Еще одна станция самарского метро будет приведена в порядок ко Дню Победы. Это Беземянка. Ее интерьер посвящен труженикам тыла. Здесь очищают мраморные колонны и мозаику на стенах. Косметический ремонт коснется как платформы и кассового зала, так и переходов. Несколько лет назад стены станции капитально отремонтировали. К 70-летию Победы было в полном объеме отреставрировано панно, так называемое венецианское мозаико в этом отношении. Оно тоже самое, будем говорить, за 26 лет, оно подверглось деформации, бодисколы и все остальное, оно начинало разрушаться. Наземные павильоны станции Победы и Беземянка тоже приведут в надлежащий вид и дополнительно украсят аппликациями символика Великого Праздника. Это коснется и внешнего вида одной из электричек, которая начнет курсировать по метро ближе к юбилею Победы и во время 9 мая. Финальным штрихом в оформлении станции метро Победа будут портреты советских маршалов, которые разместят на стенах слева и справа от парадной лестницы. Это полководцы, награжденные Орденом Победы. Жуков, Василевский, Сталин, Конев, Рокоссовский, Малиновский, Толбухин, Говров, Тимошенко, Антонов. Сейчас их имена находятся на мемориальной доске. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.